Всем привет! Добро пожаловать на канал о жизни понаехавших в Москве. Сегодня в этом выпуске как нельзя актуальнее тема про карантин. Так, ну стоп, не торопитесь отключаться, здесь будет только полезный, только хороший, качественный, добрый контент. Как всегда. Я тут с вами чаечек распиваю, пока там за окном где-то бушует коронавирус. Но в том, что запретили всем работать, есть одна хорошая новость лично для меня. Я наконец-то могу записать нормально это видео при хорошем свете. До этого было несколько попыток. Сперва было вот так, потом вот так. С раскупленным хозяйтой ты задолбал там сверлить. Свет сейчас закончится уже. Это не попсовый какой-то выпуск получается. У меня даже маски дома не оказалось, обычно медицинской. В этом выпуске я вам расскажу о том, чем заняться на карантине. Потому как много людей, которых отправили домой работать, и у них возникла масса вопросов. Чем заниматься дома на карантине? Как уживаться с близкими людьми? Я, как мама в декретном отпуске, в первую очередь хочу сказать, что лично для нас, для таких вот мам молодых, которые реально находятся в декретном отпуске, а они пашут параллельно где-то на трех работах, по большому счету ничего не изменилось. Мы большую часть времени проводим дома, придумываем, как занять себя, своего ребенка. Я решила поделиться некоторыми своими привычными делами, которые могут стать полезными и для тех людей, которые сейчас находятся на карантине, сидят дома и думают, как прожить эти там 2-3 недели. Ребят, начнем с того, что вы перестали ходить на работу, вы остаетесь дома, а это даже для тех, кто супер загружен работой, означает одно, что у вас сократилось время, которое раньше вы тратили на дорогу. Это время я предлагаю потратить, использовать для своего тела. Начните делать хотя бы зарядку. Лично я использую две программы. Я, во-первых, предпочитаю тренироваться каждый день, чтобы после дня перерыва не возвращаться к тому, что нужно себя снова уговаривать начать тренироваться. Единственное, что, конечно, не делаю каждый день жестких, хардовых тренировок. Здесь, кстати, не обязательно даже ходить в зал, который тоже закрылся сейчас, а можно обойтись своим обычным гаджетом, телефоном. Я использую два приложения. Первое приложение это Nike Training Club. Кстати, здесь есть плейлист с моими тренировками, поэтому, если хотите, можете посмотреть и начать тренироваться дома. Nike Training Club это, как правило, высокоинтенсивные, тяжелые тренировки. В дни, когда я хочу сделать такой расслабляющий тренинг, я делаю йогу получасовую. Для этого я использую второе приложение Yoga Club. Там есть варианты и растяжек, и при головных болях какой сделать лучший комплекс. В общем, разные, разнонаправленные тренировки, поэтому можете выбрать вот такой вариант. Главное начать тренироваться и сами увидите, если вы сейчас начнете, то к концу карантина будете выглядеть, чувствовать себя гораздо лучше, а это уже какая-никакая польза. Второе, что вы можете сделать, это освоить навык приготовления еды. Особенно для тех, кого обычно на работе кормили работодатели, это такая возможность вспомнить вообще в принципе, как приготовить яичницу или другие какие-то блюда. Лично я, пока готовила это видео, впервые решила приготовить печеночные оладушки и обалдела с того, насколько это простой, быстрый рецепт. Главное добавить туда кабачок, чтобы оладушки были посочнее. Но опять же таки, я стараюсь там изредка учиться делать какие-то новые рецепты. Для тех, кто решил посерьезки освоить приготовление еды, есть крутой бонус. От школы поваров Новиков Скул. Ребята открыли доступ к урокам, которые ведут шеф-повара, поэтому если интересно, ссылку оставлю в описании профиля. И готовьтесь к тому, что коронавирус для вас закончится очень вкусным и приятным застольем. И, возможно, для ваших друзей и близких. Ох, милочка! Мы позавтракали, приготовили еды, потренировались и пошли работать. Вот мы поработали привычные 2-3 часа. Что же делать дальше? Во-первых, можно заняться планированием. То, что вы откладывали в долгий ящик. Например, собирались спланировать финансы, расходы, доходы, составить, может быть, какие-то списки того, что вы собираетесь купить на год вперед. Очень, кстати, полезная штука, потому что позволяет вам не сразу покупать все в один месяц и таким образом вводить себе финансовый ступор, а раскидать это на различные месяца. Так гораздо проще планировать финансы. В том числе можно спланировать, кстати, попробовать свой отпуск. Понимаю, что сейчас это не самое понятное время для того, чтобы планировать отпуск за границу. Здесь вот как раз-таки вы можете посмотреть и оценить свои возможности. Кстати, мои друзья из Conti Club проводят сейчас марафоны, как раз-таки связанные с тем, как сделать так, чтобы мечты о путешествии наконец-таки стали реальностью. Я проходила этот марафон, действительно нашла для себя пару-тройку очень классных лайфхаков, которые мне уже даже сейчас пригодились. Планировать можно обучение. Очень важная составляющая, потому что если особенно вы планируете развиваться в своей профессии, либо в какое-то новое направление взять, тем более сейчас, совсем непонятно, что будет потом. Очень многие начинают говорить о том, что дальше могут начаться глобальные изменения. И, возможно, очень многим людям придется поменять работу, либо поменять как-то сферу деятельности. Например, раньше вы работали оффлайн, теперь придется перейти в онлайн и так далее. В общем, желательно быть, конечно, максимально готовыми к разным, вообще абсолютно разным изменениям. Поэтому сейчас как раз-таки можно заняться обучением. Тем более, что здесь есть хорошая новость. Многие онлайн-платформы открыли бесплатный доступ как раз-таки на период вот этого карантина. Для нас с вами кощунством не воспользоваться такой возможностью. Можно начать изучать языки, можно начать изучать какое-то новое направление деятельности, посмотреть, как вы можете еще развиваться либо в своей сфере, либо уйти в новую. Тем более, что для этого есть прекрасное количество разных ресурсов. Ссылки на них, на которые нашла, я оставлю опять же-таки в описании. Я использую обычно два ресурса основных. Первый курс серии, конечно, спойлер, больше полезной информации, качественного различного контента на английском языке. Но при этом есть, конечно, на русском много достойных курсов. Бесплатно можно пройти многие курсы, если вы не гоняетесь за корочками с сертификатами, а для вас важны знания. Платные курсы это уже для тех, кто хочет получить сертификат. Но и там, в принципе, вполне за доступные деньги они. И второй, конечно же, ресурс, который я использую в огромном количестве, это YouTube. В том числе, конечно же, можно вот здесь подписаться на мой канал, потому что я, наконец-то, возобновляю работу по нему. Поэтому, чтобы не пропустить новые ролики, вот здесь вот кнопка «подписывайтесь и смотрите». Но это еще не все. Вот мы уже проделали большое количество дел. Время близится к вечеру. Вечером можно заняться разными абсолютно делами. Я предлагаю три варианта. Во-первых, если вы, опять же-таки, фанат какого-то образования, вам нравится ходить по музеям, смотреть театральные постановки. Здесь тоже для вас очень много онлайн-ресурсов, которые сейчас открыты для пользователей. Здесь можно посмотреть и театральные постановки, и опера, балет, побывать в разных музеях не только нашей страны, но и зарубежных в том числе. Все ссылки, конечно, я оставлю в описании профиля. Я, конечно, понимаю нашу любовь и привязанность к социальным сетям. И сейчас огромное количество блогеров, которым также нечего делать, и они ведут прямые трансляции в бесконечном количестве. Как правило, вообще ни о чем. И вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на это, наберите своих родных и близких, пообщайтесь с ними онлайн. Даже если вы находитесь в Москве, но по разной части Москвы, можно всегда пообщаться онлайн. Хорошо, что благо цивилизации нам это позволяет. Если у вас есть люди, с которыми вы хотите побыть рядом, побудьте. Включите фильм, в конце концов, посмотрите вместе фильм, пообщайтесь, обсудите планы, обсудите то, чем вы занимались за день, ну и найдите новые совместные интересы. Для вообще одиночек, которые не хотят вообще ни с кем разговаривать, не настроены, ни с кем обниматься, но любят вечером пропустить бокальчик другой за барной стойкой, для вас, ребят, есть тоже онлайн-альтернатива. Это онлайн-бар. Вам не послышалось сейчас? Ссылку оставлю внизу в описании. Будьте внимательны, когда перейдете на сайт, нужно скроллить до самого конца сайта, там увидите кнопки. Подключайте камеру, подключайте микрофон, наливайте себе бокальчик виски и сидите, пожалуйста, общайтесь в онлайн-баре с остальными такими же товарищами, как и вы. В общем, хочу, конечно, сказать, что карантин – это временная история. Единственное, что можно ее провести с максимальной пользой для себя. Он закончится, а польза эта останется навсегда и, возможно, принесет свои плоды уже в ближайшее время. Поэтому не тратьте время даром, берите мои рекомендации. Пишите в комментариях, как вы проводите этот карантин. Давайте делиться идеями для занятий и будем максимально полезными друг другу. Если понравилось это видео, было полезным, ставь лайк, подписывайся на мой канал и увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока!